Студия, спасибо! Доброе утро, Красноярск! Мы сейчас находимся в учебном центре на уроке робототехники. В руках у меня сейчас наш импровизированный проверяющий. Назовём его, к примеру, Эдхам. Эдхам у нас пошёл проверять объект, который делает Данил. Данил ученик третьего класса, да? Да, да, да. Привет, Данил. Данил, как называется наш объект, который мы идём проверять? Тёрная, недоделанная башня, по которой катается шарик. Так, мы проверяем тёмную башню. На каком этапе у нас изготовление нашего объекта? Ну, на первом вроде бы. Ну, где-то ещё меньше половины, да? Какая она будет, когда будет готова? Сейчас покажу. Сейчас мы посмотрим, что мы готовимся сделать. Данил, а ты давно занимаешься робототехникой? Ну да, уже два года примерно. Два года? Вот такая она должна быть. Вот такая вот у нас будет наша тёмная башня. Вот по ней будет кататься шарик, она будет подниматься, и вот так вот будет кататься, потом опять подниматься. Данил, ну расскажи, для тебя это вообще сложный объект? Ну, да. Вообще один из самых сложных. А что самое сложное, что ты делал? Крабик. Крабик? Почему? Потому что его все собирали очень долго. Да. То есть вы прямо всей группой, всей командой собирали крабика? Да нет, он такой маленький, вот такой вот был. Но там столько шестерёнок было, столько заморочек. Да? Ну, вообще сложно научиться. Вот, например, мне долго придётся учиться, чтобы собрать машинку маленькую? Да нет, один день. Сейчас мы спросим у преподавателя. А что, вот такая вот пластинка из лего? Перекрепить колесики и всё. Так, ну, наверное, я справлюсь с этим, но не факт, конечно. Илья, доброе утро. Доброе. Это, кстати, преподаватель физики и математики. Илья, что мы сейчас будем с вами изготавливать? Мы с вами будем изготавливать газонокосилку. Газонокосилку. Илья, расскажите, какие навыки у детей робототехника открывает? Может быть, какие-то дополнительные силы там? Развивает логику, мышление. Моторик рук. Вот балл по математике, по физике у этих детей, например, выше, чем у обычных? Да, конечно. Илья, показывайте, что мне нужно сделать? Вам надо закрепить нашу газонокосилку на машину. Ага. Вот это вот ещё какая-то деталька. Да не, у нас комментирует очень. Так, и что нужно ещё? Вот эту вот газонокосилочку, да? Это у нас временная передача. Одевайте её. Какие ещё плюсы в робототехнике вы лично видите? Даже не знаю, как вам сказать. Вот. Посадим отхама вот сюда. Месячно проводятся соревнования по робототехнике в Красноярске, где дети участвуют и могут перейти на всероссийский этап и даже за зарубежную. Мне кажется, очень здорово, жаль, что я сама не смогу поучаствовать. Но, по всякому случаю, газонокосилка у меня получилась. Передаю слово вам, студия.